Мыслимые и немыслимые общепринятые правила, что даже слегка меня шокировало. Я обращаю внимание на ошибку, что я шокировала, и это повторяется из протокола в протокол, что указывает на то, что непосредственно показания людей раньше не слушались. Я, опять-таки, не подвергаю сомнению то, что они действительно могли быть оскорблены, но проблема в том, что, вероятно, они говорили то, как чувствовали они, и, вероятно, то, как они чувствовали, делало возможным осудить нас только по статье административного кодекса за оскорбление чувств, но не по статье уголовного кодекса. И поэтому следователь Ранченков был вынужден давать показания вместо потерпевших и самостоятельно писать эти показания за тех лиц, которые сидели перед ним, тем самым проявляя к ним, как мне кажется, неуважение. Ну, собственно говоря, к формулировке у меня более очень много вопросов, но это, конечно, вопросы к следователю Ранченкову и не к суду, но просто хочу обратить внимание на... Он говорит все мыслимые и немыслимые общепринятые правила. Что такое немыслимые общепринятые правила? Какие такие немыслимые общепринятые правила? О чем здесь идет речь? О каких-то бессознательных правилах? То есть, может быть, о каком-то бессознательном, в том смысле, в котором понимала Оливье Стросс? Я не могу этого понять. И мне кажется, действительно, это не просто какая-то попытка у меня докопаться до слов. Мне кажется, эта фраза действительно неочевидна. Далее. Блоки. Хочу ищить из допроса в допрос. В интернете я видел клип. И далее. Что следует за этой фразой. А также. Что еще больше усиливает мою душевную боль от случившегося на последнем деле предпостом. Я опять-таки не отрицаю, что чья-то душевная боль действительно могла иметь место. Но я указываю именно на то, что это фраза, которую кочуют из протокола в протокол. Люди не могли идентично совершенно говорить предпостом, предпостом. Это немножечко не совсем классический русский язык. И вот именно то, что эта фраза повторяется раз за разом, показывает на то, что эти показания просто написаны самим Ранчниковым. И он совершенно не уважал то, что говорили сами потерпевшие. Потому что этого было недостаточно для того, чтобы натянуть статью 2.13, часть 2. Кроме того, огромное количество опечаток, которые постоянно повторяются также из протокола в протокол. Например, пародировать. Боглослужение. Авмон. Это что это такое? И, кроме того, хотела бы обратить также внимание на перемену рядом потерпевших показаний на прямо противоположные. Вот, например, Потанькин в допросе в ВДХ-могнике сказал, что их поведение меня лично никак не задело. А в допросе Ранченкова уже говорил, что неподобающее поведение их оскорбило мои чувства. Причем, говорил он это ровно теми фразами, которые присутствуют в протоколах всех других потерпевших. Что прямо показывает то, что Ранченков классифицировал показания потерпевших. Да, ну, в связи с этим, я считаю, что нас надо оправдать у меня все. Пожалуйста, подсидим на Алёхина. Да, я также хочу начать с того, что, естественно, их надо оправдать. Это совершенно очевидно. Но, к сожалению, не всем. И поэтому я поясню. Сторона обвинения намеренно уходит от разговора о тексте песни фанта Малерна. Происходит намеренное выдергивание одного словосочетания без учета всего остального. А ведь именно совокупность действий слов, по мнению адвоката Таратухина, превращает наше выступление в уголовное преступление. Но как можно рассматривать совокупность, не имея четкого и твердого понимания об особенных составляющих? Вот, в частности, я хочу сказать о той составляющей, которая запрещает женщинам нахождение на селье и амбоне, православной традиции. Я считаю, этот вопрос спорный. Но в данном случае мое мнение является совершенно неважным. На мое мнение сейчас всем плевать. Но зато не плевать на мнение двух свидетелей, которое обвинение привело в зал судебного заседания. Это свидетели работницы Богоявленского кафедрального собора. Их показания говорят о том, что, оказывается, женщина может находиться на селье и амбоне. Они приводили примеры, когда женщина может находиться на селье и амбоне, при каких обстоятельствах. И говорили о том, что это может быть не только служительницы церкви, а также и прихожане. Притом, данные случаи являются не исключениями. Они носят, ну если не регулярный характер, то, по крайней мере, по праздникам это более чем допустимо. Свидетель Жукова призналась, что пришла в суд по нашему уголовному делу, по распоряжению администрации. Здесь я хочу сделать отступление и сказать, что это уже не первый раз, когда я наблюдаю подобные распоряжения. Например, когда я занималась экологией в Краснодарском крае, одна женщина, сотрудница храма, которая поддерживала нас в оппозиционных митингах, получала от администрации неоднократные выговоры за это. А также, когда я работала журналистом и присутствовала на открытии Марфо-Мариинской обители, здесь, в Москве, я своими глазами видела, как не пускали паломников, пожилых женщин, которые приехали из другого города, которые не спали, которые со слезами просили охранников пустить их, для того, чтобы они могли возложить цветы ко входу. В то время как чиновники, в том числе бывший мэр нашего города, Юрий Лужков, проходили беспрепятственно. И понятно, что такой подход к верующим недопустим. И недопустим, я хочу подчеркнуть, категорически недопустим. Собственно, есть и другие причины, по которым лично для меня неприемлема нынешняя ситуация взаимоотношений церкви и государства. Именно про такую ситуацию мы все вместе говорим с Рань Господня. Я хочу, чтобы вы сейчас все это услышали. Мы говорим эти слова про ситуацию. В неофициальных разговорах со следователем и сотрудниками Центра Э, которые занимались тем, что возили нам дома уголовного дела и ознакомливали нас с этим уголовным делом, постоянно звучало, что мы получим реальный срок. То есть для меня, как для человека наивного, юного, до сих пор непонятно, как же следствие у нас и сотрудники Центра Э заранее знают исход судебного разбирательства. Как вообще такое возможно? Вот я, кажется, совсем невозможно. Но несмотря на это, вот следователь Ранченков лично мне говорил от двух до четырех лет. Да, говорил. Но если вдруг вы захотите расстаяться, говорил следователь Ранченков, я могу стать вашим руфером. И тогда, и чтобы было тогда, мы не узнаем никогда. Потому что я считаю, я настаиваю на этом, я считаю, что шантаж не может и не должен являться следственным действием. И я надеюсь, что, несмотря на то, что наше государство, наша власть совершенно каким-то беспрепятственным наглым образом в очень скором порядке вносит в законодательство те решения, которые ущемляют гражданские свободы наших людей, граждан. Несмотря на это, я считаю, я уверена, что шантаж все-таки, я надеюсь, никогда не войдет в ряд тех допустимых мер, которым может пользоваться следствие. Вот, да. И также я хочу сказать, что вот шантаж осуществлялся не только посредством намеков, весьма недвусмысленных намеков на срок, а также еще в том факте, что нас всех троих фактически лишили на эти пять месяцев общения с родными. Нас лишили звонков, нас лишили свиданий. Во время проведения предварительного следствия мной лично было заявлено три ходатайства, три письменных ходатайства к следователю Ранченкову. Два из них было передано из рук в руки и заверено моим адвокатом Николаем Полозовым. И оба этих ходатайства следователь, вот прямо глядя мне в глаза, сказал, что потерял. А одно из них, одно из этих ходатайств, самое первое, я его написала, когда меня только доставили в СИЗО 3 марта, нет, не 3, 11 марта. Я была очень уставшая после голодовки, но несмотря на все это, для меня являлось очень важным получить звонки к моим родственникам. Я написала это ходатайство и отправила его через спецчасть. И оно, в общем-то, тоже было утеряно. Все вышеперечисленное, кроме тех других нарушений, о которых говорила Надя, о которых за все это время судебного процесса говорим все мы и наши адвокаты, все эти нарушения, я считаю, совершенно недопустимыми. И, собственно, вот по этой причине, по причине того, что все действие, начиная с нашего ареста, заканчивая вот этой вот минутой, оно просто нелегитимно. И сейчас, если я буду производить какую-то более детальную аргументацию, вот как говорила адвокат Таратухин, субъективной части, объективной части, то получается, что я просто втянусь в ваш процесс, а я этого не хочу, я вне его. И поэтому я настаиваю на том, что я должна быть оправдана, как и все мы должны быть оправданы, раз навсегда. Вот, уже много полуподробного все рассказывали, и вчера мы дали подобные показания, поэтому я дам только краткие комментарии по поводу обвинения. Опять-таки, мотив ненависти и вражды к религии и к православным верующим. Мы всегда сопровождаем свои работы, медиа-работы, огромным количеством текстовых объяснений. И в дальнейшем всегда объясняем свои действия. Интересно, что следствие, утверждая, что у нас был мотив ненависти и вражды, не найдя его в публичных текстах от имени группы, изъяло все компьютеры и пыталось найти там какие-то тексты или подтверждения этого мотива. Но не найдя там этого мотива ненависти и вражды, оно вдруг заявило, что у нас был скрытый мотив ненависти. И как проявлялась эта скрытость, они особо не пояснили. Единственное, что они сказали, что мы скрывали свою ненависть и вражду к православным верующим политическими лозунгами. Сведя этот пункт обвинения к абсурду. Также интересный момент для меня, что в показаниях потерпевшего Истомина прозвучало такое соображение, что храм не является политической трибуной. Но проблема вся в том, что не мы сделали храм Пуста Спасителя политической трибуны. Это сделано многочисленным высказыванием при арх Кирилла, сделанное во время предвыборного периода страны, где он слишком настойчиво рекомендовал своим прихожанам голосовать за Путина и его партию. Также в страну обвинения было высказано мнение о том, что священнослужители и представители РПЦ никогда не участвовали в никаких законах, они не принимают закон, не вмешиваются в светскую жизнь страны. Но общеизвестно, что официальные лица РПЦ, в том числе и ПТРАР, Псилу Чапин и другие представители участвовали в таких законодательных инициативах, как принятие антиабортного закона, принятие закона о запрете пропаганды гомосексуальности. И без их участия, без их очень активного участия, и при этом они выступали не как граждане, а как официальные лица церкви. Возможно, эти законы не были бы приняты. Также хочу узко ответить по поводу того, что многие потерпевшие испытали шок от наших действий. Хочу отметить особенность работы в залах храма Пуста Спасителя. Известно, что во время проведения обрядов там нет жевого звука как такового. Вся молитва произносится микрофон, а хор слышен только через динамики. И для многих людей, которые впервые находят храм Пуста Спасителя, это является определенным культурным шоком. Несколько удивляет, почему наш микрофон, маленький комбик и выключенная гитара могли так шокировать наших потерпешек. Хотя, да, я признаю, что он мог быть эффект культурного шока от нашего выступления, от того, что мы сделали это внезапно. Но это опять-таки сдевает более глобальную проблему, проблему культурной политики нашей страны, где, в принципе, нет как такового культурного образования. Например, такая область культуры, как современное искусство, подается у нас в стране как маргинальная область деятельности. Нет каких-либо официальных институтов или школ, но только единственное исключение это школа Рочников, в которой я училась, где бы преподавалось современное искусство как равноправная область деятельности. А, ну так же, последний момент. Мне кажется, что если бы мы в храме спели бы только фразы «Благородица Путина сохрани» и «Благородица не становись в министике, не становись», мы бы здесь сейчас не сидели. Все. Спасибо. Письменные речи стороны будут приобщать к материалам дела? Да. Представители потерпевших, государственное обвинение, сторона защиты, вы будете приобщать? У нас нет письменных ключей. Нет письменных ключей. Так, обвинение... Так, и только у Алёхиной, да, письменных ключей? Нет, у меня нет письменных ключей. Пожалуйста, передайте... А, у меня нет письменных ключей. Я передала, потому что... А, так, это Толоконникова, да, хорошо. Да, я не заверю. Письменные я не успела. Алёхина, Самуцевич, нет? Нет, у меня только. Так, государственный обвинитель, желаете воспользоваться правом выступить в репликах? Нет, ваше число. Спасибо. Тогда объявляется перерыв до завтра, до 11.30, и будет предоставлено право выступить в последнем слое. А сколько завтра? Спасибо. 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 Спасибо.